Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, и сегодня наша тема – смородинный клещ. Ранняя весна, период до распускания почек смородины, самое время провести ревизию наших кустов на предмет наличия этого опасного вредителя. Почки, пораженные почковым клещом, имеют очень характерный вид, и вы не спутаете их ни с чем с другим. Они вздутые, напоминают чем-то качанчики. Такую форму они приобретают из-за того, что внутри находится огромное количество микроскопических клещей, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Эти клещи питаются внутри, высасывая все соки, и в результате такая почка в дальнейшем засыхает, не давая ни цветов, ни листьев. При сильном поражении почковым клещом куст может даже засохнуть. Что делать, если вы обнаружили почкового клеща на растении? При небольшом заражении, когда на кусте единичные круглые почки, их нужно просто собрать, без использования различных инсектицидов, пестицидов и прочих средств. Все-таки смородина – это ягода в первую очередь лечебно-профилактического назначения, и нам бы очень хотелось сохранить ее экологически чистой. Поэтому, придя к своим кустарникам, внимательно осматриваем ветки. И это нужно делать именно сейчас, пока почки не распустились, и клещ не рассеялся. Здоровая почка имеет вытянутый вид. Она заострена, на верхушечке у нее уже появляются молоденькие листочки. Тогда как почка, пораженная клещом, она имеет вид округлый, раздувшийся, в несколько раз иногда больше, чем просто почка, и чем-то напоминает качанчик капусты. Мы просто выщипываем эти почки прямо с куста. Вот так. Осматриваем каждую веточку. Ведь если вы оставите хотя бы несколько почек с клещом, то в дальнейшем, перед цветением, когда у него начинается расселение, клещ расползется и заразит новые почки. Вот видите, вот здесь прошлогодняя почка. Она так и не раскрылась. Клещ из нее вышел и заразил, посмотрите, сколько почечек рядышком. Видите? Мы уберем и ее, чтобы она здесь нам не мешала. А также аккуратно выщипнем все больные почки. Чем же опасен почковый клещ? Не только тем, что он фактически убирает, уничтожает почки. Он опасен еще тем, что он является переносчиком очень опасного вирусного заболевания. Вирусной реверсии или махровости смородины. Эта болезнь проявляется тем, что кусты перестают сначала плодоносить, а в дальнейшем даже и цвести. Хотя сами по себе они выглядят очень хорошо. У них мощный лист, у них хороший рост. Видите, еще почка. Мы ее аккуратненько сощипнем. Но ягод, к сожалению, с таких кустов собрать невозможно. Поэтому, чтобы предотвратить появление этого опасного заболевания, нам нужно в первую очередь избавиться от клеща. Выбрасывать их не стоит. Такие пораженные почки лучше либо сжечь, либо закопать поглубже в почву, где клещ благополучно погибнет и не сможет выйти наружу. Если же почек, пораженных им на кустах, очень много, то тогда без использования химических средств защиты не обойтись. Либо вам придется этот куст полностью вырезать под основание, то есть провести омолаживающую обрезку, и выгнать его из-под земли заново. Это как вариант для тех, кто предпочитает биологически чистые средства борьбы с клещом. И повторюсь, этот метод используется только при сильном заражении. На этом у меня все. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал Процветок. До новых встреч!